Девочка-пай 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 Да, одновременно еще дальше. Так, все, понял тебя, хорошо. Что больше всего ненавидите? Лицемерие и... Вранье, наверное, лицемерие такое. А любимый цветок? Лилия. Как тебя ласково называют? Ласково. Салтик, мама. Единственный человек, который салтушен. Сали, именно от псевдонима Салина. Многие меня просто называют Сали. Как часто вы врете? Бывает, частенько. Частенько? Да, смотря какая ситуация. Бывает, что обманываешь хороших, только в моментах, ну, чтобы предотвратить плохое последствие. А, плохие последствия, чтобы предотвратить. Все, хорошо. Какое качество ты ценишь мужчине? Мужество. И, скажем так, я сказал, я сделал. Мужское я. Хорошо. Какое самое оскорбительное слово? Матерное слово? Матерное? Да, прямо говори, какое самое для тебя оскорбительное матерное слово? О, Боже мой. Я не знаю, ты дура, ты тупая. Так, ясно. В общем, в жизни не материшься, да? Не приходится материться. Для чего ты создала свою инстаграм-страничку? Лично свою? Да, лично свою. Для чего? Для актуальности, так как я работаю в сфере моделинга и в сфере красоты, да, скажем так, и мне нужна большая аудитория для того, чтобы люди знали, чем я занимаюсь и хотели бы с нами сотрудничать. Со мной и с нашей компанией. Ну, там, помимо того, что ты чем-то занимаешься, там еще вроде бы личные фотографии, да? А, ну да. Личного характера. Чтобы люди знали, скорее всего. Вот, у вас 10 участниц. Представь, что вот была бы возможность создать команду, да? Кого бы ты в команду взяла из всех этих участниц? Например, три человека. Лена. Она очень активная девушка. У нее очень много идей. Скажем так, активистка. У нее столько энергии. Я прям восхищаюсь. Далее Аминаку-жа. Кожанова. Очень красивая девочка. Талантливая. В силу того, что она молодая, но она уже, скажем так, много чего добилась. Так, и еще третья, да, наверное? Ну и Дайана Вос, скорее всего, в силу того, что она очень знаменитая и такая тоже целеустремленная девушка. Отлично. так, Елена. Амина Кожанова и Дайана. Все, хорошо. Что бы ты хотела в себе изменить? Себе бы я хотела изменить, наверное, что-то собранности, организованности, вот более, как бы, чтобы я была намного целеустремленной. Бывает, то, что несколько проектов, несколько вариантов хочу все организовать, но из-за того, что я очень много хочу, из-за этого у меня немножко не получается. И вот мне нужна собранность, тактичность какая-то. Что должно произойти, чтобы ты удалила свою инстаграм-страничку? Наверное, встретить настоящего мужчину, который скажет «Все, удали». То есть ты ради него готова удалить страничку? Да, для настоящего мужчину, да. То есть настоящий. А если не настоящий, то я все не удалишь. Нет. Честно. Так. Что ты выбираешь? 10 долларов или 100 долларов? 100 долларов. 100 долларов или 100 друзей? 100 долларов. 100 долларов или один друг? Один друг. 10 сантиметров или 20 сантиметров? Боже мой. Пусть будет 20 сантиметров. 20 сантиметров. Все. Так. Здесь почему ты захотела участвовать в данном проекте? Если на самом деле серьезно об этом говорить, то скорее всего для подписчиков, чтобы больше было взаимовыгодно и, скажем так, подписчиков. Чтобы о тебе в общем люди больше узнали. Больше узнали, да. Это как бы большая часть не для себя лично, а для моей работы. Я так понял, победа для тебя не важна, да, вы здесь поехать в путевку? Победа, по идее, как бы очень важна тем, что я хочу со своей дочкой старшей полететь в Париж, так как это мечта ее и моя мечта с детства. скажи пару фраз на французском языке. Жотем, эскиз мюа вроде бы, это вроде их амор, бонжур и си. Ну все, ты готова к Парижу, Ясно, хорошо. В общем, вас 10 участниц, между вами уже какая-то там происходит небольшая конкуренция, кто из 10 участниц тебе не нравится? Можно прямо отвечать именами? Прямо конкретно можешь сказать именами? Ну, скорее всего, наверное, девушка Камила, тем, что она постоянно ищет подвох каждой девочке. Вот, когда у нас были съемки в понедельник, вот, она прям каждую девочку тыкала, лишь бы узнать, где тут подвох. во-первых, я хочу выразить благодарность вам, ребята, за эту идею, очень шикарная идея, по Водаре мало каких-либо проектов, где задействованы, скажем так, девушки, которые могут себя показать, не только, вот, как сейчас вы проговорили, как-то, не только в сфере красоты, но и в сфере таланта и эридицы, вот, скажем так. Вот, далее я хотела поблагодарить Камелот за предоставленную возможность, что они, наверное, выделяют какую-то сумму энную, вот, я замечу, что это не каждый может предоставить такую возможность, и благодарю вас, желаю вам процветания, чтобы выросли, чтобы поставленные ваши задачи, они осуществлялись. Вам всем спасибо. Я также благодарна студии Ки-Зет и Камелот, что из числа многих президенток выбрали и мою кандидатуру. Спасибо вам всем большое. Надеюсь, будет очень весело.